МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 12 марта. Вы смотрите программу День веков. Хронограф. Сегодня для вас проведем ее мы, Евгений Воскресенский. И я, Юлиана Шахова. Программа День веков. Хронограф поздравляет с днем рождения всех наших телезрителей, появившихся на свет 12 марта. И желаем вам счастья и здоровья. Также в этот день, в разные годы и века, родились такие известные и выдающиеся люди, как... Русский архитектор и художник Василий Баженов, по проектам которого были построены здания Сената в Петербурге, и дом Пашкова в Москве. Английский композитор Томас Арн, автор около 20 опер и гимна «Правь Британия». Немецкий философ, психолог, один из основоположников философской антропологии Эрих Ратхакер и писатель-сценарист Григорий Горь. Русская актриса Татьяна Лютаева, снявшаяся в таких фильмах, как «Гардемарины вперед» и «Черный квадрат». Актриса Лайза Миннелли. Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и российская певица эстрады Ирины Понаровской. Эта дата была отмечена в разные годы и столетия различными событиями. В 1229-м армия крестоносцев заняла Иерусалим, и в 1798-м русским староверам было разрешено строить свои храмы. В 1814-м году войска союзников под командованием герцога Веллингтона заняли Бордо, и в 1832-м году итальянская балерина Мария Тальони первой в мире станцевала в балетных пачках. В 1887-й русская жандармерия получила сообщение о том, что Александр Ульянов готовит покушение на царя. И в 1907-м из-за взрыва боеприпасов в доке Тулона затонул французский броненосец Иена. В 1913-м году Канберра провозглашена столицей Австралии. И в 1918-м году Москве вернули статус столиц. В 1921-м по всей Украине произведены аресты меньшевиков и эсеров. И в 1933-м под Берлином открыт первый немецкий концлагерь. В 1936-й год СССР и Монголия подписали договор о военном союзе против Японии. И в 1946-м году казнен лидер венгерских фашистов Ференс Салыш. В 1951-й принят закон СССР о защите мира. В 1974-м станция Марс-6 достигла одноименной планеты. Сегодня 12 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день в истории государства российского произошли следующие события. 12 марта 1854 года между Великобританией, Францией и Турцией был заключен Константинопольский договор о военном союзе против России. Заключение этого союза произошло во время Крымской войны 1853-1856 годов. Пожалуй, одно из самых значимых войн в 19 веке. К тому моменту военные успехи русской армии над Османской империей, а также возможность победы России напугали европейские страны и подтолкнули Англию и Францию к военной поддержке Турции. Нужно отметить, что основное сражение в этой войне шло за Севастополь. Оборона города от союзников продолжалась почти год. С октября 1854 года по август 1855. И это при значительном перевесе сил противников и откровенно плохом снабжении оружием и продуктами нашей армии. Кстати, а кто возглавил оборону Севастополя? Оборону морской крепости России взяли в свои руки адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. Все трое погибли, защищая город Севастополь. Их имена по праву заняли почетное место среди других великих полководцев в русской военной истории. А сами они стали примером и гордостью нашего военно-морского флота. К сожалению, несмотря на весь героизм, проявленный русскими моряками и солдатами, Османская империя все же смогла нанести России поражение. По Парижскому мирному договору, подписанному между Россией и союзниками в феврале 1856 года, Черное море объявлялось нейтральным, а Россия лишалась права иметь здесь свой военный флот. Если бы, конечно, не помощь двух сильнейших европейских держав, то, конечно, все могло бы сложиться совсем иначе. 12 марта 1876 года в Петербурге в продаже появился первый номер газеты Алексея Сергеевича «Суворина. Новое время». Добавлю, что газета издавалась с 1868 года. До «Суворина» «Новое время» принадлежало разным издателям. Менялись издатели, менялась и концепция газеты. Так, например, в 1872-73 годах «Новое время» придерживалось прогрессивно-либерального направления. Ну и что же прогрессивно-либерального печатать в этом издании? Так, например, в 1872-м в 106-м номере газеты «Новое время» была напечатана передовая статья, посвященная выходу в свет на русском языке первого тома «Капитала» Карла Маркса. Ну а куда же смотрела цензура? Остается только гадать, почему же ее тогда не закрыли. Это с успехом сделали большевики в октябре 1917 года. Дело в том, что при «Суворине» «Новое время» превратилось в одну из самых консервативных русских газет. К слову, Владимир Ильич Ленин называл «Новое время» образцом продажных газет. «Новое временство» стало выражением однозначащим с понятиями отступничества, ренегатства, подхалимства. Кстати, 12 марта непосредственно связано с судьбой брата Владимира Ильича Ленина. В 1887 году, в этот день, 12 марта, русской жандармерии стало известно, что Ульянов Александр Ильич, один из организаторов и руководителей террористической фракции «Народная воля», готовит на царя Александра III покушение. Последующая же попытка осуществить покушение на императора Александра окончилась арестами и разгромом организации. Участники и организаторы покушения, их было 15 человек, были судимы. Уже в мае Александр Ильянов и четверо его товарищей были повешены в Шлиссельбургской крепости, а остальные приговорены к различным срокам каторги и ссылки в Сибирь. Известно, что когда Владимир Ильянов узнал о казни старшего брата, он произнес свою знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем». Владимир Ильич сдержал свое слово и пошел другим путем, который привел в октябре 1917 года к Октябрьской революции. Одним из первых нововведений советской власти было то, что 12 марта 1918 года в Москве вернули статус столицы. В 1712 году Петр I перенес столицу России в Санкт-Петербург, оставив для Москвы значение второй столицы империи. Ну а в чем же проявилось значение Москвы как второй столицы? Ведь все органы власти были в Петербурге. Несмотря на переезд, Первопрестольное все же сохраняло значение важнейшего политического, административного и культурного центра. К тому же почти все центральные ведомства России, такие как Сенат, Сенат, Министерство, Главное управление, имели здесь свои местные органы. Кроме того, Москва продолжала оставаться крупнейшим промышленным и торговым центром. Непосредственной причиной переезда послужило приближение германской армии к Петрограду. Но вместе с тем возвращение столицы в Москву было вполне закономерным. Петербург, Петроград, основанный недалеко от границ государства, не мог оставаться столицей. Его слава и столичный блеск держались в основном на неограниченной царской власти, на богатство в царской семье и придворных. С падением империи он стал тем, чем и должен был стать с самого начала. Крупнейшим портом, одним из самых важнейших промышленных и культурных центров страны. Превратившись же в 1922 году из столицы РСФСР в столицу СССР, Москва стала проводить очень активную внешнюю политику. И делала она это не без успеха. В частности, в этот день, 12 марта 1936 года, СССР и Монголия заключили союзный договор о военной помощи в случае нападения на территорию одной из сторон какой-либо третьей державы. Именно на монгольской границе в 1939 году были разбиты японцы войсками Красной Армии, которой командовал Георгий Константинович Жуков. Редактор субтитров А.Семкин